В воскресенье по запросу группы депутатов от Демократической партии Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Дадона от должности. Временно исполняющему обязанности президента назначили премьер-министра Павла Филиппа. Он сразу подписал указ о распуске парламента и назначил новые выборы на 6 сентября. Депутаты уверены, что за решением Конституционного суда стоит глава Демократической партии, бизнесмен Виктор Плохотнюк. Дадон должен подать в отставку. Парламент голосовал за то, что хотел Дадон, включая федерализацию Молдовы. В субботу Социалистическая партия президента Игоря Дадона, который считают пророссийской, объединилась с проевропейским альянсом АКУМ и сформировала новое правительство. Его возглавила лидер АКУМ Майя Санду. Конституционный суд признал незаконным и правительство. Я обращаюсь ко всем госслужащим и всем представителям правоохранительных органов с просьбой игнорировать незаконные приказы тех, кто пытается узурпировать власть. Оставайтесь на стороне народа и законных властей, парламента и правительства. ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации выразили обеспокоенность к кризисам в Молдове. Они заявили о готовности сотрудничать с новым правительством во главе с Майей Санду. Это положение внутри страны нужно было менять. В первую очередь нужно очистить все институты власти от тотальной повальной коррупции, от тотального цинизма, от нефункциональных людей, которые занимаются только тем, что выкачивают ренту из государственных институтов и из должностей. Сегодня же парламент учредил специальную следственную комиссию для расследования массовых хищений денег из банковской системы Молдовы. В комиссию вошли представители социалистов и блока АКУМ. Летом 2015 года стало известно, что из трех молдавских банков было похищено около миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП страны. Хищения спровоцировали массовые акции протеста и кризис власти, который продолжается до сих пор. Александр Касаткин. Настоящее время.